Здравствуйте! Новости на канале 1612. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Объявляем весь июнь месяцем провалов Елбасы. Разруха и бедность вокруг нас – это настоящие памятники 30-летней диктатуры. Спасти невиновных людей от сфабрикованных обвинений можно только общими силами всех небезразличных граждан. Казахстанский режим хочет сотрудничать с Путиным, но боится санкций Запада. Балансировать над пропастью не удастся долго. Назарбаев сделал 6 июля праздничным днем. Страна в этот день отмечает якобы День столицы, хотя на самом деле этот день приурочен к его дню рождения. В связи с этим мы запускаем месячный марафон провалов Назарбаева. До 6 июля канал 1612 будет рассказывать о его преступлениях за 30 лет правления Казахстаном. Пройду по Нурсултановской, сверну на Назарбаева, и на проспекте лидера я растворюсь в толпе. Бульвар вождя народного, фраула к папы нации, проезды Нурсияне и прочие т.п. И в других городах есть. Я сейчас езжу, с удовольствием смотрю, что города, областные центры чистые, особенно там я, где проезжаю, наверное. Будущие поколения должны знать, что бандит во главе страны и его подельники должны сидеть в тюрьме. Окружение Назарбаева грабит и запугивает население и выводит миллиарды долларов за рубеж на свою роскошную жизнь. Ладно, модницы там есть, модники, им подавай там Шанель, Монель и так далее, да? Ну а простой народ. Богатые стали казахстанцы. Не смотрят уже на цены. Они носят только одежду от мировых брендов, ездят на люксовых западных авто, летают на частных западных самолетах. Обнищавшему населению Елбасы советуют экономить или взять кредит в принадлежащих ему банках. Дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай. Так а ты о чем думал? Это же твои проблемы. Ты же с государством не советовался когда-то. Если государство решает свои задачи и дает, нет, мало, давай еще. У нас народ же ушлый, подешево их получить, потом в аренду встать и получать зарплаты. Нет. Грабительская политика власти привела к тому, что в богатейшей стране Центральной Азии людям негде жить. Нечего есть и даже нет питьевой воды. В течение всего месяца мы будем показывать условия, в которых Назарбаев вынуждает жить казахстанцев. Назарбаев не сам завел страну в плачевное состояние. За 30 лет вокруг диктатора кружатся преданные слуги, осуществляющие преступные схемы. Он выбирает людей по принципу подтверждения личной преданности. Ел басында ерент олға тұрғанда, мен елімнің ертенгіне сенемін. Бәрімізді балапандай баттап, қызқыштай қорып пележатқан кеменгер қайрат керсіз. Сіз бізге Аллағын берген сұйысыз. Арғыбергі заманда қазақтың басында мұндай баққонған жоқ. Мұндай дәуренді қазақ басында кешкен жоқ. Бәріп қазақтың басында, қазақтың басында. Пропаганда режима пытается убедить, что у казахстанцев всего в достатке. Есть собственный дом и официальная работа, а средняя зарплата составляет полмиллиона тенге. Разве можно в такое поверить? Посчитали, если квартира будет стоить 10 миллионов тенге, то семье надо изумеченно платить 50 тысяч. Если двое работает, то при средней зарплате в Казахстане это где-то 500 тысяч. Режим Назарбаева построен на лжи. В реальности средний казахстанец зарабатывает в районе 100 тысяч тенге в месяц. То есть у половины работающего населения зарплата ниже, а самая распространенная даже меньше 60 тысяч. Тем временем международные эксперты бьют тревогу о разворачивающейся гуманитарной катастрофе в Казахстане. В Минэкономике сообщают, что уровень бедного населения составляет 5%. Однако в докладе Всемирного банка говорится, что за чертой бедности находится как минимум 14% населения. Особенно пострадало население сельских районов. Мы довелись невиданных во всей нашей истории темпов успешного экономического развития. Никогда прежде наш народ не жил так хорошо, как он живет сейчас. Уровень безработицы также удвоится в ближайшие годы, предполагают эксперты консалтинговой компании «Даска». Но даже без устрашающих прогнозов экспертов, каждый сам видит, что неудержимо растут цены и количество безработных. Население богатейшей страны Центральной Азии будет нищать, пока народ не снесет мафиозный режим Назарбаева. Его имя должно быть с позором стерто со всех населенных пунктов страны. В народе шутят, что оппозиция придет и переплавит все его памятники в канализационные трубы. Мы должны Назарбаева посадить в тюрьму, живого. И он должен получить пожизненный срок. И в назидание всем будущим политикам, которые будут намереваться обманывать народ и захватить власть. Мы должны его реально живым арестовать и посадить в тюрьму. В последующий месяц мы будем говорить о преступлениях старика против народа. Вокруг нас всех масса доказательств его преступлений. Публикуйте обращения в соцсетях с хэштегом «Провалы Назарбаева» и присылайте обращения к нам в редакцию. Армия нурботов с фейковых профилей жалобами атакует наши каналы. Это тормозит распространение наших видео в рекомендациях. Ставьте лайк и колокольчик под этим видео. Напишите в комментариях, что нужно сделать, чтобы построить демократическую страну. Поделитесь ссылкой со своими друзьями. Так мы вместе переломим пропаганду властей и найдем больше сторонников. Канал 1612 существует благодаря его зрителям. Перейдите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, чтобы поддержать нас финансово. Ваши пожертвования помогают нам говорить правду. Полиция незаконно задержала Бекижана Мендегазиева, старшего брата известного правозащитника. Против него сфабриковали политически мотивированное уголовное дело. Власти взяли Бекижана в заложники, чтобы оказать давление на Барлыка и вынудить его прекратить заниматься оппозиционной деятельностью. Я где-то минут 40 только давал пояснению суду, почему Бекижана Мендегазиева нельзя вообще рассматривать в рамках этого уголовного дела как лицо, которого можно признать подозреваемым. То есть он вообще никак не... Вот единственное то, что он является родственником одного из подозреваемых... Брат значит виной. Да, значит виной. Ну, по логике получается так. Режим преследует родственников и коллег Мендегазиева, не беспокоясь о правдоподобности обвинений. Бекижана преследует по делу об уклонении компании КСС от уплаты налогов, хотя он просто юридически не может быть обвиняемым по нему. Вот, Людмила, чтобы было понимание для всех, то обвинение базовое, на котором строится все, это уклонение от уплаты налогов. Здесь нельзя просто так любого человека привлечь к этому обвинению. Нельзя привлечь там брата, сестру, мужа, жену, директора предприятия. Да, и даже учредителя невозможно привлечь. Даже директора в некоторых случаях невозможно привлечь, если, скажем, полномочия по сдаче налоговой именно отчетности закреплено за главным бухгалтером. Но здесь мы видим, что, например, тот же самый Бекижан, он вообще не имеет никакого отношения ни к финансовой, ни к бухгалтерской деятельности данного предприятия. У него нет ни полномочий, ни прав по распоряжению, по оформлению декларации налогов. Поэтому, ну, здесь полный абсурд. Ну, абсурд это мягко сказано. Поэтому... В общем, это и есть подтверждение того, что дело абсурдно сфабриковано и имеет политические... Ну, да. Политические мотивы прессинга лежат на поверхности. Барлык – известный в Атерау бизнесмена-активист, который под давлением властей был вынужден уехать за границу. Из США он продолжил поддерживать протесты, присоединился к движению ДВК. Люди требуют освободить преследование родственников и коллег Миндагазиева. Фальшивые обвинения Бекижана будут сняты, если народ вступится за невинного человека. Каждые выходные мы собираемся, чтобы требовать освобождения всех политических заключенных. Бекижана, дед Миндагазиева, незаконный его держит только за то, что он нам помогал финансово, нам оплачивать штрафы только за это. У нас в Казахстане нету закона. Нельзя невиновного человека сажать. Требуем освобождения. Десятки активистов вышли с требованиями освободить Бекижана. Люди отреагировали моментально и по всему Казахстану провели онлайн-челлендж. Только благодаря огласке мы можем противостоять репрессивной машине. Митинг в выходные дни поддержали активисты из Уральска. Они выходили на городскую площадь с громкоговорителями, чтобы сказать правду о прогнившем режиме диктатора. Народ Казахстана против повышения цен на продукты питания. Народ Казахстана против повышения цен на лекарства. Народ Казахстана против повышения цен на дом и слуги. Народ Казахстана требует, требует у правительства благосостояния для своего народа, а не только воровать миллиардами и увозить все за рубеж. Мы требуем оставки всего правительства. Долой нурвласти! Долой жадных жалких коррумпированных властей! Народ уже устал! Сколько можно терпеть? За 30 лет ничего не сделали для благосостояния нашего народа! Так думайте, в будущем что-то произойдет! Ничего не произойдет! Сейчас уже они приступили к киностыду! Активисты направили в Акимат уведомления о митинге и получили отказ. Провокаторы следовали за ними с колонкой, чтобы заглушить голос требований. Требует прекратить вас в законные действия. Наш президент Тукаев сказал, что уведомление не нужно разрешения. Режим боится афишировать правду о резолюции Европарламента, о правах человека и международных обязательствах. Такой разговор на дипломатическом уровне завершится для Назарбаева персональными санкциями. Когда люди выходят бороться за своих героев, власти отступают и выполняют требования. Группа гражданских активистов Павлодарской области вышли из изоляторов, где их держали более полугода. Они благодарят граждан Казахстана за всемерную поддержку. Их не оставили в беде. И это помогло им не сломаться. Спасибо за внимание. Спасибо, что мою семью, супругу, моих детей поддерживали. Отдельное спасибо. Барлоку Мендагаде, я уже говорил, еще раз скажу. Семь девчонок там, Лиска Хармана, 405-й, кто там еще, Верита, все поддерживали. Активисты в боевом духе и настроены решительно. В изоляторе они получали передачи и письма с теплыми словами поддержки. Но еще много невиновных людей, которых держат в изоляторе с прошлого лета. Они не поддаются на угрозы и запугивания, потому что в них верят и за них борются. Каждый может принять участие в борьбе и помочь политпреследуемым пережить давление. Из-за репрессий они лишены возможности работать и обеспечивать свою семью. Каждый может пожертвовать тысячу тенге со своей зарплаты, чтобы приблизить день, когда режим Назарбаева будет снесен. Для победы необходимы участие и поддержка народа. Репрессивная машина Назарбаева насчитывает тысячи сотрудников. В одиночку бороться с комитетом Карима Масимова малоэффективно. Агенты КНБ выслеживают и хватают людей поодиночке. Но они бессильны против тысяч митингующих, собравшихся в одном месте и объединенных одной идеей. Прямо сейчас разрастается общеказахстанский протест дальнобойщиков и водителей грузовиков. Люди должны поддержать их, потому что подорожание транспортных расходов приведет к подорожанию всех продуктов в магазинах. Люди приходят и поддерживают протестующих всем, чем могут. Знак солидарности автомобилистам и землячка привезла водителям-дальнобойщикам одного барана, чтобы поддержать акцию дальнобойщиков, чтобы ребята не проголодались. Жители страны борются с беззаконием власти и также нуждаются в международной поддержке. Делайте обращения, призывайте лидеров Евросоюза и США наложить персональные санкции на лиц, причастных к политическим преследованиям в стране. Свободу политзаключенным! Когда этого будут требовать не десятки активистов, а тысячи граждан, режим будет вынужден исполнить волю большинства. Вы твердо решили, что режим Назарбаева пора менять? Узнайте больше о демократических программах и организации ячеек на сайте ДВК. Подписывайтесь на страницы 1612 в Телеграм, Фейсбук и Инстаграм. Следите за событиями в стране в реальном времени. Присылайте свои видео Боту в Телеграм или Ватсап. Все ссылки в описании. События в Белоруссии и России за последний год сильно повлияли на геополитическую обстановку в мире. В ближайшие несколько месяцев Лукашенко уйдет с должности президента Белоруссии и начнется процесс поглощения. Затем наступит очередь Казахстана. Путинская пропаганда уже давно распространяет вбросы, что северные территории подарены Россией при развале СССР. В результате Аккорда не стала поддерживать контрсанкции России против США. Лавров публично объявил, что Евразес, в котором находится Казахстан, сейчас разрабатывает встречные контрсанкции экономические и политические против США. Обратите внимание, что Путин и Лукашенко получили свою большую дозу политических и экономических санкций. И мы знаем, что в ближайшее время еще будут санкции, просто вал этих санкций. И тут Лавров заявляет, что члены Евразес тоже будут организовывать совместный контракт санкций. И что тут началось? Тут начался визг. Наши министерства национальных дел, наши министерства индустрии и торговли и там все прочее. Они сделали заявление, что Казахстан не обсуждал тему контрсанкций, что этот союз только экономические и политические функции не передавались в Евразес. Что они возражают, что эти санкции против двух государств, они к этому никакого отношения не имеют. Что показывает гигантский истук Назарбаева и ближайшего окружения. Вы, наверное, это еще не осознаете, но я хочу вам показать большую политику. А она заключается в том, что вся наша политическая верхушка имеет зарубежные активы, недвижимость, деньги и так далее. И, конечно же, когда санкции начнутся, они потеряют возможность лечиться на Западе. Например, но султан Назарбаев все время лечится или в Германии, или в Австрии, или в Швейцарии. И, представляете, у него такой возможности не будет. Назарбаев не сможет усидеть на двух стульях, и чтобы не свалиться, нужно завершить запланированный транзит власти дочери. По оценкам оппозиции, Назарбаев планирует до конца лета назначить Даригу главой Мажелиса. Осенью Токаев уйдет с позиции президента Казахстана, и Дарига станет исполняющей его обязанности. И досрочные выборы назначат на воскресенье, 9 января. Поэтому нас в ближайшие полгода ждут гигантские изменения, и мы в этом должны участвовать, быть активными. Вот первый этап, собственно, мы объявляем о провалах Нурсултана Назарбаева. 6 июня до 6 июля включительно мы будем проводить активную агитационную деятельность, призывать выходить на митинги. В ближайшие неделю-две мы объявим о предстоящих митингах, мы будем тщательно готовиться. Я уверен, что сейчас есть мощнейшие предпосылки для смены этого политического строя, и рост цен, и массовое недовольство этим режимом. И то, что Путин зажат, и то, что у Назарбаева уже не будет возможно сидеть одновременно на нескольких стульях, его сейчас принудят, ты где, с Путиным, или все-таки сам по себе независимый. Нет, уже это не получится, Путин его зажмет, и если он будет сопротивляться, то будут разные проблемы. По сути, у режима безвыходная ситуация. Что будет делать Назарбаев? Назарбаев будет идти строить по такому же принципу, как Беларусь, союзные государства. Он будет пытаться получить гарантии безопасности от Путина. Он будет стараться назначить свою дочь президентом. Осенью мы должны быть свидетелями того, как будет объявлен новая исполняющая обязанность президента Дарига Назарбаева. Затем досрочные выборы. Такая пойдет в отставку. Вот его план. Другой вопрос, что мы все время его планы ломаем. Дарига в 2020 году была назначена сенатором. Мы били по ней все вместе. И в итоге она сделала ошибку и ушла с позиции председателя Сената. Наша задача быть активными, активно действовать. И мы тогда действительно сломаем этот режим. Я призываю вас не отчаиваться. Потому что многие говорят, ну митингов нет, казахи такие-сякие, сами себя ругают, поливают. Это неконструктивно и никакого результата позитивного не будет. Нам нужно мобилизовать наших людей. Нам нужно перестроить сознание. Перемены не за горами, они рядом с нами. Просто нам нужно действовать, обедняться. Я обращаюсь к дальнобойщикам. Я обращаюсь к матерям. Я обращаюсь ко всем тем, которые устали от этого режима. Я призываю вас обедниться. Совместными действиями свалить этот политический режим Нурсултана Назарбаева. Совместными действиями выходите на меня, выходите на штаб. Только тогда, когда мы все протесты обедним и будем действовать как единый кулак, мы очень быстро сломаем этот воровской режим Нурсултана Назарбаева. Алга Казахстан. На сегодня все. Ставьте лайк и жмите на колокольчик. С вами были новости 16-12. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!